Долгожданное продолжение книги Александра Артамонова «Без права на возвращение. Дорога домой». Приобретайте во всех магазинах страны. История с Курской областью, она потихоньку превращается и уже, наверное, превратилась. Знаете, как говорят? Большой тяжелый чемодан без ручки. И нести тяжело, и бросить жалко. Бросить им нельзя, это тяжелейшее политическое поражение. А поддерживать его больше возможностей нет. Потому что потери огромные. И обеспечить снабжение этой группировки в условиях, когда мы наносим эффективные удары по тылам, тоже очень проблематично. Отсюда возникает вот эта необходимая возможность продвижения. То есть они сделали этот бросок, оголили свои фланги, наши там начали успешно наступать. И они начинают бросать свои силы с Курской области на другое направление, ослабляя и Курскую область, и не успевая нарастить направление там, где мы наступаем. Ведь для того, чтобы войска от Курской области перешли в район от другой, на это нужно как минимум несколько суток. Вот там они должны развернуться, построиться в боевой порядок и начинать действовать. То есть в общей сложности такая неделя, может, там полтора. Ну, порядка недели нужно. Грубая цена. Порядка недели, чтобы все это сделать. Вот у них сейчас такая дыра. Мы и там наступаем, и тут наступаем. Потом сейчас на южном фланге, скорее всего, в ближайшее время, у них дополнительные силы появятся, сопротивление усилится. Но зато будем выдавливать их из Курска. Собственно, вся история. Были дебаты Трампа и Харриса. Я вопрос задам по комментарию, который Мария Захарова сделала. Она сравнила дебаты с поединком двух борцов или боксеров на «Титанике», после которого вдруг начинают обсуждать, кто победил. А она вопрос-то задает, говорит, а какое значение это имеет, если до айсберга осталось 15 минут? Вот на ваш взгляд, действительно ли западному миру, или в данном случае Америке, осталось 15 минут? Ну, фигурально. Или же нет? Давайте мы вернемся к тому, с чего мы начали. Именно не сегодня, а давно-давно, в 1922 году. Вся вот эта вот операция, затеянная Западом, вся эта война гибридная, затеянная Запада, была обусловлена одним. Западу нужно любой ценой сохранить господство над миром. Если они не сохраняют господство над миром, западную цивилизацию ждет то же самое, что прошла Британия. Путь от Великобритании, империи, на которую не заходит солнце, до маленького островочка, которого, если взять на клобусе, не всегда и увидишь. Ну, надо очки одевать, если клобус небольшой. Не, ну, все-таки они не до уровня острова, все-таки еще фигура. Уже до уровня острова. Что там говорить? Финтэссенция, символ британского могущества, это ржавый винт, обернувшись в Куин Элизабет. Вот в чем разница. И это ждет весь западный мир, если они лишатся неукануне. Они уже их сейчас лишаются. Ведь когда говорят, ах, у нас нет союзников, ах, у нас там неактивное наступление, нет. Если мы на украинском фронте проходим там несколько сотен метров, а сейчас там километры, то в глобальном масштабе мы проходим тысячи километров. Когда нам бабах приезжает на Восточный экономический форум, приезжает президент Малайзии и начинает с нами работать. Когда бабах, Турция просится в Брикс. А Брикс, а Турция немного мало, немало весь южный фланг НАТО. И оно входит в Брикс. И где она будет работать троянским конем в Брикс или в НАТО, еще непонятно. Причем, судя по тому, что вот я вначале рассказывал, что Европа превратилась, благодаря усилиям глобалистов, вот в это самое болото, не способно воевать, именно сухопутной армией, то Турция-то она этого не хочет. Турецкий президент-то хочет, чтобы у нее страна была новой Османской империей. Он консолидирует свою страну на исламской идее. Мы можем говорить там, хорошо это, плохо для нас. Для нас это, конечно, не очень хорошо. И вся эта идея Великого Турана не очень хорошо для нас, совсем не хорошо для нас. Это враждебная нам идея. Да, это конфликт приводит между Турцией и Ираном, но неважно. Дело в том, что он не хочет превращения турецкого народа вот в это быдло, которое превращается в европейские народы, в эту вот серую массу. И он, где он будет? На кого он будет и ориентироваться? Ну, знаете, его заявление о том, что Крым должен быть украинским, прямо вот на днях. Да, это еще раз, он нам не друг. Но я говорю о том, что он хочет войти в Брикс. Я задаю вопрос, где он будет троянским конем? В Бриксе или в НАТО? Если он в НАТО и народное тело, по идейным основам. Вот в чем соль. Попросту говоря, Запад, именно западная цивилизация, не Турция, прекрасно понимает простую вещь. Ситуация очень сложная для элит. И противостоять в классическом вооруженном противостоянии, даже без ядерного оружия, странам незападного мира, они уже не очень могут. И в этом плане, конечно, да. В чем права Захарова? Она права в том, что западный мир стоит действительно на пороге сильнейших социально-политических потрясений. Что касается Соединенных Штатов Америки, то заявление Захаровой говорит о том, что Соединенные Штаты Америки в социальном отношении приближаются к статусу Титаника. В чем проблема? То, о чем я вам здесь говорил. Трамп и стоящие за ним силы, которых он просто олицетворяет. Трамп, как личность он не сила. За ним стоят колоссальные силы. Национального капитала США, белой расы, белого англосаксонского. Пока еще большинства, но уже почти не большинства, так, на равных. Здравомыслящих людей, с одной стороны. С другой стороны стоят те, которые... То, что вы смотрите, это ознакомительный фрагмент. Полную версию смотрите на нашем премиум-канале по ссылке в описании. Новым пользователям 7 дней бесплатно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова